В Светлую Пасхальную Седмицу особо прославляются Христос Воскресший и Его Святая Матерь, которая была рядом с Господом во все главные моменты Его земной жизни. Для Одесской епархии ежегодно Светлая Среда ознаменована Великим Торжеством, светлым праздником в честь Касперовского образа Божией Матери. В этот день по благословению митрополита Гафангела, Божественную Литургию в Свято-Успенском Кафедральном Соборе возглавил епископ Авидиопольский Аркадий в сослужении векарных архиереев Одесской епархии епископов Деодора, Виктора и Сергия. Известно, что во время Крымской войны через Касперскую икону Пресвятая Богородица подала избавление страждущему народу. Об этом периоде свидетельствует памятник дюку Даришелье, который расположен сверху Потемкинской лестницы, в то время называвшаяся еще Гигантская лестница. И вот это ядро, которое вмонтировано в одну из частей этого памятника с надписью «Старосная суббота 1854 года». Именно в тот день Одесса подверглась обстрелу вражеской эскадры с моря. И тогда Господь и Его Пречистая Матерь через чудотворный образ избавили город от гибели. Благодаря молитву, молитвенному покрову Пресвятой Владычицы Богородицы, благодаря героизму защитников нашего города, вдохновленных этой молитвой, эскадра отступила от берегов нашего города, от нашего порта. Конечно же, был нанесен урон, в гавани было сожжено много кораблей, и пострадала и прибрежная часть города. Но, тем не менее, тот десант, который также планировался высадиться с этих кораблей, он был отбит, и город был спасен от разорения. Помощь Пресвятой Богородицы от иконы была неоднократной. Существует множество задокументированных фактов исцелений, свидетели которых приходят к Богородице в ее Древний Собор и приносят ей славное благодарение. Необходимо сказать о том, что Пресвятая Богородица за всю историю нашего города она и была покровительницей. Вот это чудесное знамение, очевидцы которого до сих пор еще живы в нашем городе. Это 9 апреля 1944 года, за день до освобождения нашего города от оккупантов, когда горожане были избавлены от той расправы, которую планировали отступающие войска. Это то знамение, которое помнят одесситы до сих пор. И, конечно же, вот эта благодарность, которая ежедневно привлекает множество-множество людей, как он непречистый, это свидетельство того, что Пресвятая Богородица до сих пор проявляет свою милость над теми людьми, которые приходят к ней молиться. Вот эти вот сережечки, эти колечки, которые люди приносят благодарность Божьей Матери, это свидетельство того чуда, которое происходило и происходит в каждой человеческой душе, в каждой семье. По завершении праздничной литургии под пасхальные колокольные переливы собора прошел крестный ход. И под сводами храма перед чудотворной иконой вознеслась традиционная молитва. Ее покров распростирается над нашим городом, над этим храмом, над всеми храмами в городе, в епархии и над каждой благочестивой семьей. Молитва Божья Матерь сильна, она всегда помнит о нас, если мы молимся ей. Благодарные одесситы не устанут возносить молитву и хвалу Богу за благодеяние, данные нам по ходатайству Богородицы. Ежедневно, а особенно в каждую пятницу в 7 утра на Акафисте в Успенском соборе, Одесская епархия собирается воедино и соборно благодарит Пречистую, которая каждому подает по нужде, рассеянных собирает, заблудших на путь правы наставляет, старость поддерживает, юных воздвигает к целомудрию, младенцев воспитывает и всем подает дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.